Буквально недавно нам показали флагманский смартфон компании Samsung, Galaxy Note 20 Ultra. К слову, совсем скоро ожидаем получить его и сделать для вас детальный обзор этого по-настоящему крутого смартфона. Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с этим смартфоном, смело пишите в комментариях, ответим на них в самом обзоре. Теперь к нашей теме. Традиционно после выхода смартфонов линейки Note, инсайдеры начинают публиковать свежую информацию, касающуюся следующих смартфонов флагманской линейки Galaxy S. И тут пока новости не самые позитивные. Сейчас все подробно расскажу, но перед началом рекомендую подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Всем привет, вы на канале Кабипаста, поехали! А спонсор нашего видео компания Kingston. И сразу хочу извиниться перед ребятами, поскольку в прошлый раз мы напутали с их названием. Исправляемся! И еще раз благодарим их за SSD-накопитель Kingston KC600. Мы используем его уже больше недели в качестве накопителя в нашем iMac. И работает он отлично. Скорость и стабильность работы лучше предшественника, чем моя команда очень довольна. Если вы планируете собирать ПК или обновить, как это сделали мы, советую присмотреться к Kingston. Подробнее ознакомиться с Kingston KC600 вы можете по ссылке в описании. Ну а мы начинаем! Начнем с непонятного. Как сообщает портал Gizmo China, процессор Exynos 1000 получит только самая прокачанная версия, Galaxy S21 Ultra. И мне такая тенденция далеко не нравится. Взять тот же Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra. Это два разных смартфона, причем кардинально. Экран, материалы, внешний вид. Все-таки флагманы должны быть флагманами, без всяких «но». Деление на размеры я понимаю и принимаю. Не всем нужны лопаты. Но что делать, если я хочу маленький Galaxy Note 20 со 120-герцовым экраном? То же самое и с процессором Exynos 1000, который обещает быть очень производительным. Допустим, я хочу взять самую простую версию из линейки Galaxy S21, но с Exynos 1000. Компания такой опции не дает, тем самым делая смартфоны в рамках одной линейки кардинально разными. Может быть это я просто придираюсь и все нормально? Напишите в комментариях. Ведь лично у меня после презентации Note 20 и Note 20 Ultra немного, как говорится, подгорело. Причем такие инновации коснутся не только нас, но и жителей США и Китая. Флагманский процессор Snapdragon 875 получит только ультра-версия. Тут все просто. Компания планирует оставить цены на текущем уровне, а новые чипы, по сообщению аналитиков, будут дороже. Также по сообщениям все того же ресурса GizChina, смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra может преодолеть психологический рубеж в 7 дюймов. По слухам, смартфон могут оснастить дисплеем с диагональю в 7,1 дюйма. Для каких рук такой смартфон подойдет, вопрос, но своего покупателя явно найдет. Ведь по размерам он будет чуть-чуть больше, чем недавно анонсированный Galaxy Note 20 Ultra. Ну и самое ожидаемое нововведение – подэкранная фронтальная камера. Как сообщает аналитик Ross Young, в смартфонах линейки Galaxy S21 ее ждать не стоит. Да, нас ждет уже привычный вырез в экране, который в целом – отличное решение на данный момент. Вдобавок, как сообщает ресурс Phone Arena, смартфоны этой линейки будут, так сказать, слегка улучшенными версиями Galaxy S20. Помните, Apple раньше выпускала номерной iPhone, а потом такой же с приставкой S. Вот, Galaxy S21 будет именно тем самым смартфоном с приставкой S. Да, лучше, чем S20. Но если вы владелец того же S20, то смысла обновляться нет. В целом, современные флагманы стали очень живучими, и обновлять их чаще, чем раз в пару лет – затея сомнительная. Особенно, беря во внимание информацию Samsung, озвученную на недавней презентации Galaxy Note 20, Все новые флагманские смартфоны корейского гиганта будут гарантированно получать обновление 3 года. То есть, купив Galaxy Note 20 на Android 10, его последней официальной версией системы будет условный Android 13, что не может не радовать. В целом, смартфоностроение сейчас уперлось в эдакий потолок, который пробить будет очень сложно. И последние два года компания Samsung все же удивляет нас, пусть и не совсем обычными смартфонами. А чего вы ждете в смартфонах линейки Galaxy S21? Ваши мысли по этому поводу мы, как и всегда, ждем в комментариях к этому видео. Ну и самое главное, что вы можете сделать – это подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Ну а вы, как и всегда, были на канале Камипаста. До связи!